Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазинхолеплей. Сегодня будут очень интересные и полезные видео для новичков, для тех людей, которые начинают только играть на мазинге, либо хотят начать играть на мазинге. Для вас это видео будет очень полезное. В этом видео я вам покажу самую лучшую прибыльную работу для новичка. Это реально очень топовая работа, я бы даже сказал имбовая, и вам на ней будет очень легко заработать деньги. Поэтому, пацаны, смотрите это видео от начала до конца, ставьте лайки и обязательно не забывайте подписываться на канал. Если у вас кнопочка подписаться красная, то сделайте так, чтобы она была серая, я вам буду очень сильно благодарен, потому что моя цель набрать до лета 20 тысяч подписчиков. Также не забывайте, что в ней есть свой промокод, пишите вместе капсулам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазинхолеплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, первое, что нам нужно сделать, это приехать, получается, в Арзамас на работу разводчик продуктов. Эта работа находится именно в Арзамасе. Давайте покажу идею именно по GPS, пишите GPS, потом выбираете третий пункт работы, и вот здесь будет база разводчиков. Вот, тринадцатый пункт. Данная работа, пацаны, доступна с пятого уровня. Да, вы скажете, типа, эта работа для ВИЧК не подойдет, потому что она доступна с пятого уровня. На пятый уровень можно, в принципе, быстро качать, потому что на выходных X2 работает, поэтому, я думаю, у вас с этим проблем не будет. Итак, вот вы, короче, выбираете в Арзамас, приезжаете вот сюда, и потом вам нужно, короче, подойти вот к этому человеку и взять машинку. Вот, подходим, начать нажимаем и выбираем вот машину разводчик продуктов именно, не разводчик топлива, а именно разводчик продуктов. И у вас появляется вот такая вот машина. Вы в нее просто садитесь, как бы, и отъезжаете отсюда. Что потом вам нужно сделать? Потом вам нужно поехать, получается, на шахту. Команда, чтобы работать, именно, вот, Джо, пишите команду, и вот здесь у вас есть, в принципе, все, что вам нужно. Есть даже информация по работе, если вдруг вы не знаете, что здесь нужно делать. Итак, короче, нам нужна, получается, загрузка металла. То есть мы берем, нажимаем, допустим, вот, загрузка металла, и у нас, получается, чекпоинт появляется, маркер, куда нам нужно ехать. Вот мы, короче, подъезжаем к шахте, и нам нужно поворачивать налево. Именно вот сюда, где стоит вот чувачок, тоже он работает здесь. Вот, подъезжаете на чекпоинт, и пишите ту же самую команду, job, это команда для работы. И нажимаете загрузка металла. Все, вы загрузили металл, и вам пишется, сколько вы загрузили, и сколько вам заплатят. Но у меня, пацаны, уже третий скилл на этой работе, поэтому мне платят немножко побольше. Вот, пацаны, разводчик товаров, получается, у меня третий скилл. И чтобы апнуть четвертый скилл, мне нужно еще сделать 59 рейсов, так сказать. Все, мы загрузились, получается, и нам нужно ехать на завод, который находится у нас в Арзамасе. Недалеко от работы, где мы устраивались. Я уже почти подъехал, получается, вон там мы устраивались на работу, мы оттуда выезжали. И здесь рядом есть завод, и на этот завод нужно привозить металл именно, именно на этот завод. Вот, просто едем, поворачиваем вот сюда. Потом заезжаем вот так вот, и просто выгружаем металл. Такой же командой джоб. Вот, нам именно сюда нужно привозить металл, и нам за это будут платить деньги, пацаны. Вот, пишем команду джоб, и нажимаем вот сюда. Все, нам заплатили 19 тысяч. Теперь, пацаны, я вам покажу очень классную тему, называется это личный маршрут. С помощью этого маршрута вы сможете делать рейс за 3 минуты, туда и обратно. Поэтому, пацаны, смотрите внимательно и запоминайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, пацаны, сейчас увидели маршрут, который придумал лично я для того, чтобы работать быстрее. Вы скажете, а что там особенного? Ты просто как бы ехал и все. Но, я думаю, некоторые заметили небольшую особенность, то что по моему маршруту туда и обратно нет ни одного светофора. И это вам сэкономит очень много времени. Поэтому, если вы хотите днем быстро работать, не стоять на светофорах, используйте именно этот маршрут, по которому ехал я. Потому что я его лично придумал, чтобы не стоять на красном. Да, ночью вам этот маршрут не пригодится, потому что по 17 часов ночи можно спокойно как бы ездить на красный и вас никто за это не посадит. Итак, пацаны, вам, думаю, интересно, сколько можно здесь заработать за час. Я посчитал, то что рейс занимает около 3 минут. Реально, рейс 1 занимает около 3 минут, это туда и обратно. Просто 3 минуты. За час вы можете сделать 20 рейсов. 20 умножить на 17 тысяч, то есть 17 тысяч это зарплата на первом скилле. То есть 20 умножаем на 17 тысяч и у нас получается 340 тысяч за час. На маршрутках вам нужно будет постоянно стоять и пытаться словить эту маршрутку. Вас будут дэмить, вам будут мешать работать и комфортно вообще вы не поработаете и толком денег таким образом не заработаете. А здесь вам никто мешать не будет. Вы спокойно приезжаете на работу, берете машину. Машин на всех хватает, потому что машина вам дает система. Эта машина не стоит где-то. Вы просто приезжаете на работу, заходите на чекпоинт, берете машину, едете, работаете спокойно, вас никто трогать не будет. Плюс еще в том, что вы не будете тратить личные деньги. То есть продукты, как бы, вы на продукты деньги не тратите. То есть вы приезжаете, просто берете металл и все. Вы за это деньги абсолютно не платите. И я считаю это очень круто. Это самая выгодная работа для новичка. И я лично здесь хочу скилл прокачать очень хорошо. Если на этой работе вкачать 30 скилл, хотя бы, хотя бы 30 скилл, то можно будет за час зарабатывать миллион спокойно. Я всем советую сейчас идти работать на эту работу, потому что желающих уже много. Вы сами видите, сколько людей катает. Ну что ж, пацаны, надеюсь вы меня поняли. Реально работа очень крутая. Пока есть возможность, пацаны, бегите просто на эту работу и работайте. Потому что, мне кажется, ее могут пофиксить. Просто сами даже подумайте, если вы здесь вкачаете хороший скилл, вы сможете зарабатывать больше денег, чем дальнобойщик на сотом скилле, понимаете? У меня лично сотый скил дальнобойщика сотый. И я вот так подумал, посчитал, если здесь вкачать хотя бы 30, там 20 скилл, вы сможете за час зарабатывать 1 миллион. За час, понимаете? Поэтому, пацаны, просто бегите на эту работу, работайте пока можно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь, потому что я хочу до лета добить 20 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете помочь. Поэтому, кто не подписан, пожалуйста, сделайте кнопочку серую, подписаться, и все будет у вас в жизни хорошо. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok